Слово Господне Оно будет очень полезно для нас, и сегодня я хочу поделиться с вами одной из важнейших истин Священного Писания о браке. Это одна истина, она может спасти ваш брак в будущем, и она, если мы ее поймем до конца, она совершенно может преобразить наше понимание брака. Что же такое брак? Вы знаете, что мы живем в мире, где к браку люди относятся довольно легкомысленно. Многие люди относятся довольно легкомысленно, даже верующие люди. Мне приходилось такое слышать, когда люди говорят, что вот мы, если не подойдем друг к другу, мы просто разойдемся. То есть люди вот так подходят к браку. Верующие, казалось бы, воспитанные в христианских семьях, и они уже молодые, еще в брак не вступили, но они уже говорят о возможности развода. Давайте мы сегодня обратимся к Священному Писанию. Я прочитаю один текст, и этот текст будет записан в книге пророка Малахии во 2 главе с 13 стиха. «И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». Мы еще возвратимся к этому стиху, особенно к 14 стиху. Это один из важнейших стихов Священного Писания о браке. Может быть, мы не видим его так, когда мы его услышали, но попозже вы поймете, почему я это говорю. Итак, мы говорим о браке в семье, и мы говорим о браке как о завете сегодня. Вы знаете, что согласно Слову Божьего, брак – это больше, чем взаимное согласие двух людей жить вместе. Брак, согласно Священного Писания, это завет. Что такое завет? Завет по Библии – это клятвенный договор между двумя сторонами, скрепленный в древности на основании жертвы и крови. Есть ряд мест Писания, которые говорят об этом. Это Исход 24 глава, Второзаконие 29, Матфея 26 глава. И были разные заветы в свое время, но большая часть заветов, они скреплялись на основании жертвы и на основании крови. Может, нам не стоит углубляться в такие детали, но брачный завет в какой-то мере тоже скрепляется на основании крови. Когда молодые люди входят в брачную жизнь, но в детали мы вдаваться не будем сейчас. Мы поговорим о чем-то, что важнее. Любой завет, он невозможен без смерти и жертвы. Если мы читаем Писание, все заветы, которые заключались, они были с жертвой и они были со смертью. И в древности даже было такое, что люди, которые заключали завет, они разрубали жертвенных животных на две части, проходили между этими частями. Когда мы посмотрим в Библию, то мы увидим, что израильтяне во время Иеремии сделали такое, вступив в завет, чтобы поступить определенным способом. Даже Господь с Авраамом вступил в завет, пройдя между разделенными частями животных. Что же это значило? Это значило, что люди, которые вступают в завет, символически показывают, что они умирают для себя, как эти умершие животные, и они начинают жить для другого. С кем они вступили в завет? Вы знаете, что брак – это не только начало новой жизни. Брак – это смерть. Смерть для себя, чтобы жить для другого. Вам придется отказываться, если вы хотите иметь счастливый брак. А брак – это завет. Вам придется от многого отказаться. Может, от каких-то своих любимых вещей, занятий, от свободного проведения времени. Когда люди ожидают только получать от брака, это уже проблема. Если они вступают в брак желанием отдавать, этот брак будет благословен. Представляете, двое людей вступают в брак желанием что-то дать своему ближнему. Каждый что-то получит, и этот брак будет благословен. Если вдвое вступают в брак желанием только получать от другого, он обречен на провал. Более того, прохождение между двумя частями разрубленных животных, когда люди вступали в завет, оно также значило, что нарушитель завета, он будет наказан, и он достоин смерти, как это разрубленное животное, между частями которого люди проходили. Вот почему, мы поговорим об этом чуть позже, вот почему развод или прелюбодеяние, нарушение брачного завета, развод не по причине неверности другой стороны, по любой другой причине, и прелюбодеяние – это тяжелое преступление пред Богом. Вы знаете, что по Писанию прелюбодеяние всегда наказывалось смертью по Божьему закону. Почему? Потому что это нарушение завета, который Господь рассматривал настолько сильно, что нарушитель этого завета был достоин смерти. Рассматриваем ли мы сегодня брак таким образом? Давайте теперь обратимся в книгу притчей, вторую главу, и прочитаем 16 по 17 стих. «Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего». Когда верующие люди вступают в брак, они вступают в завет, завет, который установил Бог, и этот завет пред Богом. Он заключается пред Богом. Это клятвенный договор, в который вступают люди. Почему мы говорим «клятвенный»? Ведь нам запрещено клясться, не правда ли? По словам Христа мы скажем чуть позже. Давайте посмотрим снова на этот стих, книга пророка Малахии, 2 глава, 14 стих. В начале этого занятия мы читали его в русском синодальном переводе. И конец этого стиха говорит так о жене. «Она подруга твоя и законная жена твоя». Давайте посмотрим это в чуть-чуть другом переводе, перевод Макария. «Она твоя супруга и жена завета твоего». Это делает разницу? Она жена твоего завета. Это женщина, с которой ты вступил в завет. Еще один перевод, это подстрочный перевод Септуагинты. Он говорит так. «Она сообщник твой и жена завета твоего». То есть Бог смотрит на брак, как на завет. И Господь, описывая свои отношения с Израилем, Он их сравнивает с отношениями мужа и жены, не правда ли? И Он описывает их, как отношения брачного завета, который заключался с клятвой. Смотрите, как Господь говорит. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я, воскрылия рис моих на тебя, и покрыл ноготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею». То есть Господь, Он берет пример из жизни, как люди вступали в брачный завет, и Он таким образом описывает свои отношения с Израилем. Как люди вступали в брачный завет? Они клялись друг к другу и вступали в союз друг с другом. Союз, который называется заветом. Почему завет больше, чем просто союз? Потому что союз может быть без клятвы. Завет обязательно заключается с клятвой. И мы сейчас поговорим о клятве, но чуть-чуть позже. Книга пророка Осии, 2 глава, с 19 по 20 стих. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». «Обручу тебя мне в верности». Завет брака – это завет верности. «Ты единственная у меня, и другой у меня не будет». «И ты единственный, и другого у меня не будет до конца моей жизни». Это очень серьезное обещание. Брак является заветом, вступая в который мужчина и женщина берут на себя обязанности мужа и жены и обещают исполнять эти обязанности и быть верными друг другу до конца своей жизни. И, как мы уже сказали, прелюбодеяние является очень тяжелым преступлением пред Богом, то есть супружеская неверность и развод не по причине прелюбодеяния также является очень тяжелым преступлением. Есть еще некоторые причины, обоснованные для развода, например, оставление неверующим супругом своей верующей жены, например. Это тоже возможная причина для развода. Но если нет библейского основания для развода, то развод является очень тяжелым грехом пред Богом. Это нарушение завета и это нарушение клятвы. Итак, почему мы использовали несколько раз слово «клятва» и почему мы используем слово «завет»? Мы уже увидели в Писании, что Бог супружеские отношения называет заветом, да? Христиане, последуя учению Иисуса Христа, они обычно не используют слово «клятва», когда говорят о своих брачных обещаниях друг другу. Я, например, тоже не говорил «я клянусь». Но, согласно того же учения Иисуса Христа, простое «да» его последователей приравнивается по своей силе к клятве, да? Иисус говорит, не клянитесь, но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет». То есть ваше «да» должно быть настоящим «да», ваше «нет» должно быть настоящим «нет». И именно так рассматривает наше «да» Бог. Поэтому кто-то уже вступил из вас в брак, кто-то будет вступать в брак. И вы знаете, что будет момент, когда у вас будут спрашивать, согласны ли вы взять на себя обязательство брака, согласны ли вы делать то или другое, и вам нужно будет сказать «да» или «нет». Вот этот момент очень важен, он основан на Писании. Браки по Писанию заключались именно так, когда люди, в древности это было даже с клятвой, они серьезно говорили, что «я клянусь». Теперь мы просто говорим «да», но Бог рассматривает наше «да» как клятву, и Он будет судить нас за наше «да», как будто мы вступили в этот союз с клятвой. Именно так Бог видит наше «да», когда мы говорим, что «да», я согласен быть верным или верной, исполнять свои обязанности в браке. Иисус говорит такие слова «не приступай к клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои». Это было написано в Писании. А я говорю вам, не клянитесь вовсе. Ну что говорит Иисус? Ну да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Если человек сказал «да», но его «да» не настоящее «да», или если он сказал «нет», но его «нет» не настоящее «нет», это от лукавого. Ну можно это истолковать и по-другому, что если человек клянется, то это от лукавого, но мне первое толкование нравится более. То есть, если ты говоришь «да», и твое «да», оно не настоящее, ты его нарушишь, или ты намерен его нарушить, то эта мысль уже от лукавого в тебе. Итак, кто может вступить в брачный завет? По священному Писанию, во-первых, люди не должны являться близкими родственниками. И в Библии перечислен ряд родственников, с которыми нельзя или запрещено вступать в брачный завет, и мы их не будем перечислять, это написано в книге «Левит» в 18 главе. Я думаю, никто из вас не подходит под эту категорию близких родственников, и поэтому вам нечего волноваться насчет того, что там написано, но это важно знать, тем не менее, нам, верующим людям, и поэтому Господь оставил это в Своем Слове. Второе, что очень важно, люди, вступающие в брачный завет, должны иметь одинаковую веру и похожие понятия. Я не говорю «одинаковые понятия», потому что это невозможно. Вера должна быть одна, но некоторые понятия в этой вере могут отличаться. Не сильно, но, по крайней мере, могут отличаться. Вы никогда не найдете человека, который думал бы точно так, как вы, по всем вопросам. Первое, Коринфянам 7,39. «Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет только в Господе». Что значит слова «только в Господе»? Это должно быть в одной вере, в Бога. Есть целый ряд мест в Писании, которые говорят о важности вступления в брак с кем-то, кто имеет такую же веру, как у вас. Это 2 Коринфянам 6, исход 34, второзаконие 7. Мы сегодня не читаем этих мест в Писании, чтобы сохранить время, чтобы вас долго не держать здесь. Но это все вы можете самостоятельно прочитать, исследовать, если будете иметь желание. Итак, одна вера. Насколько она важна в семейной жизни? Кто-то может спросить, а как насчет людей из других динаминаций? Ну, какая проблема, если баптист с пятидесятником там женится или выходит замуж, или субботник с пятидесятниками, или что-то подобное. Вы знаете, цель брака или одна из целей брака – это единство между мужем и женой. Когда люди вступают в брачный завет, и у них радикальное расхождение по некоторым понятиям, например, соблюдать или не соблюдать субботу – это серьезное расхождение, очень великое и очень сильное, это не будет способствовать единству в семье. Вот почему это очень важно – вступать в брак с кем-то твоей веры и очень похожих понятий, потому что по-другому будут проблемы. Это всегда будет проблемой в семье, если кто-то не перейдет полностью на сторону другого. Это единственное решение, когда можно вступить в брак, если у кого-то была другая вера или другие понятия, которые сильно расходятся. В такой брак можно вступить только тогда, чтобы он был благополучен потом, когда кто-то полностью перейдет на сторону другого и поменяет свои понятия. Но практика жизни показывает, что после заключения брака это происходит весьма редко, а чаще всего никогда. Буквально на днях я говорил с одной женщиной, она живет в Саус-Дакоте, в своей молодости, она из нашего братства, соблюдающих субботу, крещенных Духом Святым. И в своей молодости ей предложил выйти замуж один человек из пятидесятников. Он ей пообещал, я все буду делать для тебя, у тебя будет полная свобода, тебе будет очень хорошо, я тебя очень люблю. Она уже старится, ей за 70 лет, она вступила в этот брак, она промучилась всю свою жизнь, она была без церкви, все ее дети не последовали по ее стопам. Она теперь плачет по телефону и просит, приедьте ко мне, мне очень тяжело, я очень одинокая. Моя жизнь вот так прошла. Были прекрасные обещания, была надежда на светлую, счастливую семейную жизнь. Но вступила в брак с кем-то не своей веры, не своего понятия. Это было проблемой всю жизнь. И это продолжает быть проблемой в жизни ее детей сегодня. Поэтому этот вопрос очень серьезен. Может он не касается вас, но по крайней мере, если вы увидите кого-то, или может быть друзья ваши, или может быть когда-то дети ваши, они будут иметь такой вопрос, вы должны знать, что отвечать. Вот эта проблема разных понятий, разной веры, она особенно ярко начинает проявляться в детях, которые не знают, кому верить, папе или маме, если папа и мама не согласны. И иногда происходит, что дети в таких семьях вообще теряют веру и просто уходят от Бога. Но мы не будем долго над этим останавливаться. Еще что важно сказать. Господь, когда давал закон Израилю, он не только запретил браки с представителями других народов, но иногда он запрещал даже вступать в брак с представителями своего народа, но из другого колена или племени. Представляете, израильтянин не мог, скажем, жениться на израильтянке в определенных условиях, если она была из другого племени или из другого колена. Там, конечно, были другие причины для этого, но тем не менее это намек нам. Если он христианин и она христианка, но они, говоря образно, из разных племен, у них разные понятия по определенным вопросам, скорее всего, этот брак не будет успешен. И написано так. Вот что заповедует Господь о дочерях Салпаадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца своего. Третье. Кто может вступить в брачный завет? Могут вступить люди, которые готовы вступить в брачный завет и взять на себя все обязательства брачного завета. В эту поездку в Мизури встал такой вопрос у молодых людей, когда были ответы на вопросы после конференции семейной. И там встал такой вопрос, что делать, когда люди вступили в брак, и оказалось, что молодой человек скрыл кое-что, что он не может жить брачной жизнью. У него там определенные проблемы. Но они вступили в брак, и через неделю это открылось. Сначала он избегал под разными поводами брачных отношений, но через неделю все стало ясно. Они уже в браке. Люди, вступающие в брак, они должны понимать, что они берут на себя определенные обязательства. Они не могут скрывать то, что потом будет влиять очень сильно на их брак. И Писание говорит, что к браку нужно быть готовым. Люди должны быть готовы по возрасту, физически, психически, по состоянию здоровья и по финансовому положению. Это очень важный вопрос. Поэтому если кто-то находит себя неготовым в какой-то сфере, лучше отложить брак до времени. Каждая сторона, вступающая в брак, должна быть готова и способна принять на себя все обязательства брачного завета и исполнять их. Я надеюсь, что все вы готовы и способны, но все-таки лишний раз проверить себя – это хорошо. Итак, как заключается брачный завет, согласно Писанию? Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему у нас в церкви делается так, как делается, а нельзя сделать все по-другому, не так, как у нас делается? Я знаю людей, которые делали по-другому. Но давайте посмотрим в Писании. Как заключается брачный завет? Первая ступень в заключении брачного завета – это обручение. Что такое обручение? Это предварительный договор о заключении брака. При обручении молодой человек, девушка, они заявляют, что они хотят вступить в брак, и родители окончательно соглашаются на брак их детей, родители с обеих сторон. И примером обручения в Библии может служить история Самсона, записанная в 14 главе книги Судей. То есть это очень древний обычай, и он библейски обоснован. Это правильно делать обручение перед браком. Более того, кое-кто из вас уже обручен здесь, обручение согласно Священного Писания – это не просто договор, который можно легко разорвать. Ну, не получилось что-то, ну, разойдемся спокойно и все. Если мы следуем Священному Писанию, то, согласно Библии, обручение является очень серьезным договором, который не так просто и не так легко разорвать. Оно имеет законную силу и является основанием для брачного завета. По Божьему закону, по Божьему слову, обрученные люди, они начинают официально считаться мужем и женой и уже принадлежат друг другу, но они не имеют права на совместную жизнь, пока не будет заключен брачный завет. Но, тем не менее, Бог рассматривает их уже как мужа и жену. И мы знаем, что, например, в истории Иосифа и Марии это очень легко можно увидеть. Они были обручены, но о них пишется как о мужа и жене. И неверность во время обручения уже не называется в Писании блудом, она называется прелюбодеянием, нарушением брачного завета, и она каралась по Божьему закону смертью в древности. То есть это не был блуд, это уже считалось прелюбодеянием. Если люди только обручены, они еще не вступили в завет брака, но совершилась неверность, это было очень и очень серьезно. Потому что евреи должны, если они вступили в завет обручения, даже не вступив еще в завет брака, и хотят это разорвать, они должны оформлять официальный развод. Это очень серьезно. Далее. Следующая ступень в заключении брачного завета – это сочетание. «Именно на сочетании заключается брачный завет, жених и невеста объявляются мужем и женой и получают право жить вместе, как муж и жена». Вот в чем оно отличается от обручения. Вы знаете, когда мы читаем Библию, вы не заметите определенного порядка, который был бы, например, на одной странице или в одной главе написан «Как нужно вступить в брачный завет». Там по порядку. Один, два, три, четыре, пять. Если вы все это сделали, вы вступили правильно в брачный завет. Такого в Библии нет. Но внимательно исследуя разные места Писания, мы можем увидеть правильный путь, библейский путь, Божий путь, как Бог хочет, чтобы люди вступали в брачный завет, и как это делать правильно. И вот сейчас мы будем проверять, правильно ли это делается в нашей церкви или нет. Итак, подготовка к сочетанию. Как она должна проходить? Мы чуть-чуть повторим то, что мы уже говорили. Во-первых, вступающие в брак должны быть, должны иметь право на брак согласно Божьего закона, то есть не должны быть близкими родственниками. Левит, 18 глава. Во-вторых, христиане должны вступать в брак с кем-то, являющимся христианином и имеющим очень похожие понятия. Мы об этом тоже уже говорили. Это подготовка к браку. В-третьих, люди, вступающие в брак, должны быть готовы к этому и способными взять на себя все обязательства брачного завета. Об этом тоже записано в Писании. Далее, они должны быть предварительно обручены и иметь согласие родителей с обеих сторон. Это очень важно. За редкими исключениями, где можно обойтись без согласия родителей, во всех других случаях, согласие родителей очень и очень важно, и благословение родителей очень важно. Какие могут быть исключения, если родители, например, неверующие, и они не хотят, чтобы их сын, который верующий, чтобы он женился на ком-то из верующих. Они хотят, чтобы он взял за себя неверующую. В таких случаях можно родителей не послушаться и не получить их согласия. Это будет правильнее послушаться Бога в таком случае. Но в большинстве других случаев это очень важно, чтобы родители не были против этого брака. Это очень и очень важно. Итак, наступает день брака. Что же, согласно Священного Писания, должно произойти в день брака? В день брака молодые люди должны сказать свои обещания верности друг другу. Как Господь говорит в книге Иезекииля, «Я поклялся тебе и вступил с тобою в союз». Мы сегодня не клянемся, но мы говорим «да». Мы соглашаемся, мы даем обещания. И это нужно сделать перед свидетелями. Согласно Библии, это обязательно нужно сделать, если возможно, перед свидетелями. Кто такие свидетели этого брачного обещания? Во-первых, это люди, живущие в том обществе, в котором живем мы. То есть, родители, родственники, церковь, служители церкви, друзья, соседи, сотрудники по работе. «Человек должен вступить в брак перед свидетелями в том обществе, в котором он живет». Это очень важно по Писанию. И самым главным свидетелем брачного завета является Господь. Иезекииля 16 глава и Малахия 2 глава. Далее, это тоже очень важно. И, к сожалению, сегодня некоторые молодые люди упускают это или пропускают, умышленно или неумышленно. Жених и невеста должны обязательно подписать официальный документ, подтверждающий их вступление в брак. В разных странах он называется по-разному. У нас там было свидетельство о браке, здесь это называется marriage license. А почему это важно? Некоторые говорят, ну, какое это имеет отношение? Я же пред Богом это делаю, пред церковью. Зачем мне это? И есть люди, которые женятся или выходят замуж без официального документа, и это становится проблемой сегодня. Брак должен быть официальным не только перед церковью, не только перед Богом, но и перед государством, в котором мы живем, по законам государства. Писание говорит нам в послании к кремлинам в 13 главе, что мы должны быть послушны властям. Не правда ли? Конечно, во всем, что не противоречит воле Божьей. И по законам государства брак должен заключаться определенным способом. Он должен быть скреплен официальным документом. Иначе он просто не будет считаться браком перед государством. И когда люди вступают в брак, но не подписывают этот официальный, принятый государством документ, что происходит, они могут иметь очень серьезные легальные проблемы потом. Проблемы с детьми, проблемы с имуществом. Более того, они будут рассматривать свой брак более легкомысленно. То есть официально перед государством они не муж и жена. И выйти из такого брака намного легче, чем выйти из брака, который скреплен официальным документом. Поэтому очень важно, чтобы этот документ был подписан. Вы знаете, что Библия говорит нам о таком документе, который скрепляет заключение брака. Может, кого-то это удивит, потому что это было тысячи лет назад. Но Библия говорит об этом. Об этом сказано в книге Тавита, в 7 главе. «И призвав Сару дочь свою, и взяв руку ее, отдал ее Товии в жену, и сказал, «Вот, по закону Моисееву, возьми ее и веди к отцу твоему». И благословил их, и призвал едну жену свою, и взяв свиток, написал договор, и запечатал». Это был официальный документ о заключении брака. И об этом говорится в Библии. Это был правильный путь вступления в брак. Далее, еще один пункт, который делается у нас, и который многие молодые люди подвергают сомнению. Нужно так делать или не нужно так делать? Согласно Писанию, родители и пресвитеры, или старейшины того общества, или церкви, где молодые люди находятся, они должны молиться за молодоженов и благословлять их на последующую жизнь, а также могут давать им наставления, как правильно жить в браке. Есть ряд мест Писания, которые подтверждают эту практику. Например, Бытие, 28 глава, с 1 по 4 стих, книга Тавита, 10 глава. Там говорится о наставлениях, которые дают родители или старейшины. Еще одно место – это Руфи, 4 глава, и мы прочитаем это место, с 19 стиха. Оно очень важное, потому что оно говорит нам, что та практика, которая есть в нашей церкви, во многих других церквах, она правильная. Итак, книга Руфи, 4 глава. «И сказал Ваос старейшинам и всему народу. Вы теперь свидетели тому, что я покупаю у Наимине все Елемелехова и все Хелионова и Махлонова. Также и Руф Моавитянку, жену Махлонову, беру себе в жену, чтобы оставить имя умершего в уделе его, и чтобы не исчезло имя умершего между братьями его и у ворот места пребывания его. Вы сегодня свидетели тому». Итак, то, о чем мы говорили. Брак обязательно должен заключаться перед свидетелями. Исключения могут быть такое, когда двое оказались в таком месте, где там больше вообще людей нет, и они имеют право по Божьему закону вступить в брак, тогда они могут вступить в брак, если они только двое живут где-то на необитаемом острове. Но если есть свидетели, если есть другие люди вокруг них, они должны быть свидетелями этого брака. «И сказал весь народ, который при воротах и старейшины». Заметьте это слово. «Мы свидетели, да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Клию, которые обе устроили дом Израилю. Приобретай богатство в Ефрафии, да славится имя твое в Вифлееме. И да будет дом твой, как дом Фариса, которого родила Фомарь Иуде, от того семени, которое даст тебе Господь, от этой молодой женщины. И взял воосруф, и она сделалась его женою». Почему я хотел обратить ваше внимание на это место? Здесь используется слово «старейшины». Вы знаете, что слово «старейшина» – это слово, является переводом греческого слова, если мы возьмем греческий текст Библии, конечно, этот текст был написан на еврейском, но есть его перевод на греческий текст. Так вот, слово «старейшина» – это слово «пресвитер». Пресвитера не только в Новом Завете, присвитера не только в Церкви. В Израиле были старейшины. На греческом языке это слово звучит «пресвитера». То есть, присвитера – это старейшины или старшие в Божьем народе. И мы видим, что брак заключался перед свидетелями, перед народом и перед старейшинами, то есть, перед присвитерами. Пресвитера что делали? Они благословляли этот брак, они давали определенные наставления иногда, они были свидетелем этого брака и благословляли этот брак. Поэтому это практика библейская, она правильная. Конечно, если снова-таки есть исключение, когда присвитеров нет в том месте, но есть только родители и молодые родители могут благословить. Но если есть присвитера, если есть старейшины, это правильно вступать в брак таким образом, чтобы они присутствовали, чтобы они благословляли, чтобы они давали наставления. И согласно Писанию, у нас еще есть одна практика, да, когда молодожены молятся, кто-то скажет, а нужно ли это или не нужно? Согласно Писанию, это тоже книга Тавита, 8 глава, молодожены должны молиться о Божьем благословении на свою последующую жизнь. Молодые люди, описанные там, они встали и они помолились перед Богом, чтобы Бог благословил их на их брачную жизнь. То есть это тоже библейски обоснованная практика. И, наконец, седьмое, это брачный пир. Ну, здесь мы немножко отстаем от древних людей, потому что в древности брачный пир длился обычно 7 дней, а в некоторых обстоятельствах даже 14 дней. Мы, конечно, хвалимся прогрессом, что у нас большой прогресс, у нас микровейки, у нас быстрые автомобили, но вот здесь, я бы сказал, у нас серьезный регресс, а не прогресс. У нас брак длится даже не день, он длится несколько часов. У древних он длился как минимум 7 дней. Это было торжество день за днем. Это было большое благословение. Может, кому-то Господь поможет так сделать, я не против посетить такой брак. Но я знаю, что это трудно. При всем нашем прогрессе это трудно сегодня. Есть целый ряд мест Писания, которые говорят, что это длилось именно 7 дней, а иногда 14. Итак, давайте мы немножко повторим. Я сегодня, прошу прощения, но я сегодня очень спешил, чтобы вас долго не задерживать. Мы подведем итог того, о чем мы говорили. Брак – это завет, это клятвенный договор, это договор, который Бог рассматривает настолько серьезно, что нарушение этого договора в древности каралось смертной казнью. К браку нельзя подходить легкомысленно. Это заключается на всю жизнь, и ты должен умереть для себя. Ты должен понять, что ты будешь жить для другого теперь, не для себя. Чтобы вступить в завет брака, есть определенные требования, о которых мы говорили, и брачный завет заключается в определенном порядке, согласно Писанию. Что это за порядок? Во-первых, люди, вступающие в брак, должны иметь право на брак по Божьему закону. Они не должны быть близкими, родственниками, они не должны быть разведенными по любой причине. Потому что Бог рассматривает такой брак, если двое людей там разведенные, или даже один разведенный, он просто оставил, скажем, свою жену там по любой причине, и он желает вступить в другой брак, Бог не рассматривает этот брак как брак. Бог рассматривает его как прелюбодеяние. Далее, молодые люди, или даже если они уже не молодые, но вступают в брак, Они должны иметь одну веру, они должны быть готовы к браку, у них должно произойти обручение, то есть предварительный договор о заключении брака, который по Писанию Бог рассматривает очень серьезно тоже. Далее, должны быть в день брака сказаны обещания верности друг другу, должен быть подписан официальный документ, подтверждающий вступление в брак, должны быть молитвы и наставления родителей и пресвятеров или старейшего народа, и должен быть брачный пир. Вот это Божий библейский путь вступления в брак. И сейчас мы будем молиться, чтобы Бог помог тем из вас, кто уже находится в браке, помог быть верными друг другу, чтобы этот брак был крепкий, сильный, и чтобы вы понимали, что вы находитесь в завете, и Бог рассматривает ваш брак очень серьезно, и также вы должны его так рассматривать. И чтобы Бог помог тем из вас, кто еще не вступил в брак, вступить в брак правильным путем, библейским путем, и иметь благословение в этом браке. Также, если вы желаете узнать больше, можете посетить сайт основы.орг «Брак и семья. Завет брака». То, что я сегодня старался вам кратко передать, там расписано более подробно. И также там есть целый ряд других тем, которые очень важны для брака, для успешной, счастливой семейной жизни. Вы можете загрузить эту книгу себе, можете распечатать ее или читать на интернете, или на своем компьютере просто офлайн, если пожелаете. На этом мы помолимся, попросим Божьего благословения на наши семьи, которые уже созданы и которые должны быть созданы. Давайте помолимся.